Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Президент России Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки сформировать законодательную базу для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенциям, не нагородив при этом дополнительных бюрократических барьеров. Глава государства также попросил Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, а также некоммерческих организаций. Об этом он сказал в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Особая примета нашего времени, сказал Владимир Путин, широкое вовлечение граждан в различные благотворительные акции. Люди помогают искренне, бескорыстно, следуя велению своего сердца. Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерств, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются из бюджета. В связи с этим президент попросил губернаторов и муниципальные власти не жадничать, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации. Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу вел к повышению качества ее. И поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой правовой базы деятельности НКО, исполнительных общественных полезных услуг, установить требования к их компетенциям, и при этом, конечно, не нагородив дополнительных бюрократических барьеров. Нужно оценить взыскательную, заинтересованную деятельную позицию граждан. Процесс обеспечения поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление социальных услуг населению, стал ключевой темой шестого форума НКО, который прошел в Нарьинмаре. В рамках пленарного заседания форума некоммерческие организации обсудили конкретные шаги, которые органы государственной власти региона совместно с некоммерческим сектором предпринимают для обеспечения участия последних в предоставлении социальных услуг жителям Ненецкого округа. Есть к чему стремиться. Есть в округе большое количество тех ниш, которые мы можем заполнять некоммерческой организацией, потому что некоммерческих организаций в округе при достаточно ограниченном количестве населения, некоммерческих организаций много. И по большому счету, выполняя указы президента, мы можем вот эти ниши заполнять и оказывать услуги населению, тем самым помогая и государству в том числе. На сегодняшний день в регионе есть организации, которые готовы взять на себя ответственность за предоставление социальных услуг гражданам. В этой связи органы государственной власти должны оказывать всестороннюю поддержку таким НКО, искать эффективные механизмы передачи соцуслуг на исполнение НКО и активно внедрять их. Согласно поручению президента, доступ некоммерческих организаций к средствам, выделяемых из бюджета на социалку, к 2020 году должны достигнуть 10%. Доступ некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг – это одна из приоритетных задач, которые ставит перед нами глава государства. Поэтому здесь просьба Сергея Анатольевича к вам, прежде всего, Ленина Викторовна, к вам, по вашим ключевым департаментам, активизировать эту работу, должен быть прямой, простой, понятный доступ к информации, должны быть понятные, установленные тарифы на соцуслуги. И тайн быть никаких не должно ни в коем случае. У нас сегодня уже есть организации, которые готовы взять на себя эту ответственность, и они заявили о своем намерении пойти в реестр поставщиков соцуслуг. По информации департамента региональной политики, в настоящее время округ в полном объеме выполняет указанные в этом направлении рекомендации федеральных министерств. Одним из основных направлений работы на ближайшую перспективу является включение социально ориентированных НКО в реестр поставщиков социальных услуг. В этом вопросе глава региона Игорь Кожин поручил также учитывать опыт соседних регионов, в том числе Архангельской области. Мы одна из старейших организаций в России, которая была разрешена в советское время создаваться. И, соответственно, у нас опыт достаточно большой в социальной сфере, в организации услуг. Поэтому мы одни из первых вошли в реестр и были очень рады, что мы имеем возможность компенсировать те затраты, которые мы несли ранее, наказание этих услуг. Мы обсудили, какие барьеры стоят в НАУ, потому что сегодня в реестре две организации, но пока нет механизма включения. Реестр может войти и может быть всю жизнь в реестре, но не оказывать услуги и получать компенсацию. Чтобы получить компенсацию, необходимо дополнительные действия произвести, перейметь клиентскую базу и иметь возможность заключить договор, соглашение с департаментом, с тем органом, который исполняет эти возможности. Всего на территории Ненецкого округа зарегистрировано 170 некоммерческих организаций, из них 65 – социально ориентированных. Некоммерческие организации занимаются профилактикой социального сиротства, поддержкой материнства и детства, повышением качества жизни пожилых людей и социальной адаптацией инвалидов, развитием дополнительного образования и другие. Некоммерческие организации, зарегистрированные в Ненецком округе, объединяют и жителей региона, проживающих за его пределами.